Вот такой хороший-хороший букетик маленький подснежники. 1 февраля. Вот что осталось у нас от снега. Сегодня ночью еще раз прошел дождь и остатки зимы. Ветер очень сильный сейчас на минутку буквально убавил свою силу. Облака по небу плывут быстро-быстро. Верхушки ели и кедра мотает. Там где-то далеко-далеко летит самолет. 1 февраля. Такая зеленая травка и остатки снега. Там и птичка у меня прыгает. Птичка невеличка. Вы шумно, верно, ветра. Думаю, что слышите. Вот еще одна. Аж жили. Весной пахнет. Вот они будут себе сейчас какие-то травиночки. Не боится. Иду к нему поближе. И даже не боится. Ну, иди сюда, иди сюда. Ой, Ветя прям. Вот такие веселые. В саду у нас птиц самых разных хватает. Убежал. Ускакал. Вот так. И подснежники. Еще раз покажу. Немножко их по участку много. Но они только-только, только-только набирают свою силу. Вот здесь тоже немножко есть. А это ромашки. Дыхание весны. Персик наш. Болтается еще. Этикетка. Вроде бы как ничего растет. Простой обед. Жареная картошка с луком. Но как же это вкусно. Согласитесь. К жареной картошке у нас будет салат из смешанных овощей. Вот такой яркий, красивый. Но обязательно с добавлением руколы. Я очень люблю это растение. Оно придает салату особый вкус и аромат. И сейчас все члены нашей семьи это растение уважают. Как жарить картошку я рассказывать не буду. У каждого свои секретики. Кто-то любит, чтобы было больше корочки. У нас вот так. Частично жарю под открытой крышкой. И потом закрываю. К салату я делаю соус. Салат яркий, красивый. Можно, конечно, заправлять растительным маслом. Но у меня сегодня будет вот такая заправочка. Мне понадобится натуральный йогурт. В нем нет особо выраженных вкусовых качеств. Только добавлены семечки подсолнечника и тертые орехи. Такую заправку я делаю к самым разным салатам. Выглядит упаковочка вот так. Конечно, в ваших продуктовых магазинах есть натуральные йогурты. Может быть, в других баночках, в упаковочках. Понадобится мне еще ложка майонеза. Вот такой майонез я покупаю в русском магазине. Мы его тоже любим. По вашему вкусу перец. Здесь написано бунт. Это значит, смешаны разные сорта перцев. И, по желанию, зубчик чеснока. Остается только все продукты смешать. Вот так это выглядит. Соус останется в миске. Я его не добавляю сразу в салат. Каждый добавит уже к себе в тарелку. Например, я люблю зеленый салат с добавлением растительного масла. А мой муж любит вот такую заправку. Ммм, как пахнет уже чесночком. Вкусненько. Конечно, можно делать самые разные соусы. Еще раз покажу упаковочку. И будет у нас вкусный-вкусный обед. Салат готов. Салат готов. Соус готов. Картошка тоже готова. Всем, кто садится обедать, приятного аппетита. Пусть вам, друзья, будет вкусно. Вот такая золотистость. Сверху просто пропаренный лук. Я его не зажариваю, чтобы был все-таки аромат. Желаю всем хорошего дня. И до новых встреч, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok